Напомним, сегодня у нас в гостях группа, которая отмечает свое 35-летие. Это действительно удивительно. Мы продолжаем раскрывать секреты. Группа всем известная, Гражданская оборона. И вот такой мы затонули вопрос, что такое вообще успех? И как получилось так, что группа Гражданская оборона его добилась, причем со стороны каждого. А может быть, сейчас сразу будет история, что мы не считаем себя успешным. Вот может быть, непонятно, что вот вы скажете. Ну вот что в вашем понимании успех? Для группы, для музыкальных, это фанаты, деньги, девушки, вот это вот все. Это коммерческий успех, понимаете? Давайте добавим этот эпитет. Давайте. Ну да. Поэтому слова коммерческий успех к группе Гражданская оборона неприменимы. За еду, что ли, выступали? То есть не зарабатывали, что ли, не поверили? Чтобы тебе было проще, ты можешь это назвать славой. Ты можешь это назвать феноменом. Ты можешь назвать это всенародной любовью. Абсолютно разные. Есть разные термины, но тем не менее, группа стала известной. Ну хочешь, я тут телегу покажу? Известная, да. Ну так сильно не стоит, но если ее окрасить какие-то радужные цвета. Понимаете, вот давайте его мнение. Игорь. Да, Игорь. Давайте. Как бы начать? Да так как и есть, так и начнется. С матами. Нет, почему с матами? Зачем молодой человек мужского пола берет в руки гитару и начинает петь песню? Чтобы нравиться девочкам. Супер. Сто процентов. В 99 процентах. Естественно. В одном проценте случаев молодой человек берет в руки гитару, начинает петь песню, чтобы сделать революцию. Так. Локальную. Глобальную. Глобальную. Сегодня. Или делать ее всю жизнь и так далее. Вот летов и старых. Вот и все. Но у Егора Летова было, ко всему прочему, немыслимое фольклорное начало как в душе, так и в голосе. То есть ему многое досталось от матери его. И вот это выплеснулось. И оно стало... Это же как бы аритмология, на самом деле, сама песня. Это же вибрация, которая доходит до приемника. Ну, до Алины, до Михаила, до Олега и до всех остальных. У кого-то вибрации очень сильно совпадают, у кого-то не сильно, а у кого-то получается резонанс. Вот все эти причины привели к резонансу, который называется феномен гражданской обороны. Потому что это можно называть и коммерческий успех, потому что никто бесплатно там в 90-х годах не играл. Никто из этого не делал фетиша. До 90-х годов играли совершенно и не за деньги. Но это все равно был успех, потому что залы были набиты. От 500 до 1500 человек приходило и слушало. Вот такой мой ответ. То есть, получается, вы добились резонанса у большого количества людей? Ну, мы это как бы опоследованно, потому что добился большой резонанса Егор. Потому что он лицо группы и автор, и исполнитель, и имиджмейкер, и в этом смысле гуру. Ну, вот, но группа, естественно, ему помогала в разных составах, потому что одному это невозможно провернуть, не будет того эффекта. Хоть ты вывернись. Вот. К тому же люди примерно такие же, как он, попадались, но не до такой степени, может быть, яркости или проявленности наружи. Вот, собственно говоря. И это сработало на 100% вот в 87-м году. Вот ДК Чекалова здесь, когда играли два брата Лищенко и Егор. Это было первое, ну, в чем-то спонтанное выступление гражданской обороны. Тогда не пустили звуки МО в КГБ. И расскажи, почему ты Монагер как раз. Да, да, да. Да, хороший вопрос. И этот штамп 600 или 800 человек, ну, как бы мы все вместе приехали были. Это был такой шок. То есть, надо понять, с чего. Кто не приехал? Пикник, Альянс, кто? Звуки МО. Нет, кто-то не приехал. Их запретили приехать. Звуки МО, да? Звуки МО не приехали, и образовалась дырка в программе. Это был первый, да, фестиваль? Да, международской, первый. Первый фестиваль Новосибирского рок-копа. Межгородской имеется в виду. А городской был раньше. Ну, это неважно. И Мурзин... Образовалась дырка. И тут, вдруг, ни с того ни сего, появились такие три чертика. Пять людей, нас было пятеро. Просто три из них были чертика. Три на сцену выскочили, да. Ну, да, там... Для публики. Длинная история, она как бы общеизвестна. Но так или иначе, эти люди назывались гражданской обороной. Мурзин сказал, а что вы поете? Залитуйте. Ну, они залитовали какие-то песни, типа «С красной гвоздикой», там, «Вставай, страна огромная». Ну, если вам интересно насчет литования... Они сказали, что вообще все хорошо. Они говорят, ну, отлично, мы сыграем. А перед этим, за буквально там несколько дней, один из участников того состава, Женя Лищенко, придумал и сыграл вместе со своим братом, с Егором, такую очень панковскую программу под громким названием «Адольф Гитлер». И всю эту программу на 80% они сыграли в зале. Естественно, в зале был полушок, полуобалдение, полуужас. Никто не мог понять, это вот, это вот, это вот, это вот, это... Как? Зачем? И только после четвертого эквивока возникал вопрос, это можно? А там они расписные были, такого, наверное, в Сибири и не было. Там кто босой, кто в джинсах с надписями «Flower Power», там Летов со своей копной волос стоял стоя за барабаном. Лица, они... Нет, 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 это не подвигло. Бэп Олег Лищенко, он вообще на голое тело в жилетке. Короче, взбудоражили всех. Да, это было шоковое ощущение со всех сторон, потому что вот эти лица, и даже самое удивительное, это длилось около, ну, фактически получаса, потому что, ну, как с 10 минут, ну, 20 минут хорошо, 6, 10 песен сыграли. Скорее всего, больше 20 минут. Вот, могли бы прервать на третий, но у самих организаторов отвисла челюсть. То есть, есть магия ужаса или магия эпатажа, или магия чего-то необычного, которое спускается первый раз, и у всех отвисает челюсть, и все просто смотрят. Эта запись есть, кстати, в архивах рок-клуба. Эта запись есть. Она записана с пульта Динокорд, по-моему, очень такая пустая и, скажем так, не мясная. некачественная, но она очень хорошо отражает то, что хотели вынести ребята, и очень хорошо отражает, прям вот, сквозит с этой пленки нервозность, которая возникла в зале, и восторг людей, которые поняли, что кроме обычного, скажем так, рока, по западным образцам, можно еще просто вывернуть себя наизнанку. Да, это были абсолютно откровенные и очень агрессивные с хорошей точки зрения тексты. То есть, это буквально шаг за горизонт. То есть, вот такого не было, и теперь это такое опустилось. Ну, как прилет инопланетного корабля. Он начинает садиться, и ты смотришь и не веришь. Ну, он не может сесть передо мной, как минимум. Манагеровская. Почему вы, Манагер, все уже всем интересно. Как так случилось, что у вас... А это случилось полчаса после концерта. Был куратор от обкома КПСС, товарищ Слуянов. И он, естественно, ему это не понравилось. И он спустился в гримерку, и в группе прочел нотацию, как старший товарищ младшему поколению на тот предмет, что так поступать недостойно, так вести себя недостойно, так петь вообще недостойно, а так одеваться просто вызывающий ужас. Что же вы из себя представляете, молодые люди? И мы с Серегой Сергеевым там мялись у дверей, стоял такой большой румяный комсомолец. Прям вот кровь с молоком. Я ему говорю, слушай, мне надо туда внутрь. Но он говорит, туда нельзя, там... Воспитательная беседа, правда? Он говорит, я директор группы, мне можно. Он говорит, а, так ты тоже хочешь дыни получить? Распахивает дверь, как в кино. Заходи. Я зашел, послушал три минуты, и, собственно говоря, потом спор длился 10 минут. Я разговаривал с этим Слуяновым. Ну, в общем, вышло очень весело, что я его назвал старым коммунистом, человеком, который предает партию, потому что в то время, когда Михаил Сергеевич Горбачев двигает идею перестройки, и молодые люди, в данном случае группа гражданской обороны, отозвались на этот, так сказать, советский призыв в сценических костюмах. На языке, понятно, молодежи говорят о простых, вечных и очень патриотичных вещах, как то мир, любовь, дружба. Вас можно слушать бесконечно. Почему манагер? После этого он выбежал красный. Летов сказал, во, это наш манагер. Это русскоязычное передел слово менеджер. Менеджер. И оно прилипло. Самое главное, что сегодня и манагера, и не только, можно увидеть на концерте. Приходите. Напоминаю, что у нас были в гостях участники группы гражданской обороны, Олег Судаков, Игорь Староватов. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Сегодня мы с радостью приглашаем всех вас на концерт легендарной группы. А что это за группа, расскажет Михаил. В студии Алина Маслова, Михаил Кириллов. И я знаю, что сегодня у нас в гостях группа гражданская оборона Олег Судаков, Игорь Староватов. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. И будет, соответственно, 235 лет группы гражданской обороны. Ну, как столько-то лет Баху, или столько-то лет Великой Французской революции. Поэтому это такой относительный вопрос. Ну, да, 35 лет. На концерте что будет? Вообще, во-первых, где это будет? Где концерт? Давайте. Где, во сколько, куда? Всего всех приглашать. Сегодня в киноконцертном комплексе Маяковский, который знает весь город Новосибирск, будет в 7 часов вечера официальное начало, состоится наш концерт. Что включили в концерт вообще? Это песни со всех лет? Это песни лучшей песни, худшие песни. Давайте сказать. Конечно. А вот они с песней разных лет. Совершенно разных лет, разной направленности, разной стилистики, разной тематики. Для того, чтобы люди вспомнили себя и совсем юными, когда они только начинали слушать «Гражданскую оборону». И опытными уже поклонниками, скажем так, поздние уже более философские песни. То есть и панк, и рок, и регги. Я правильно вспомнил. Философская песня о пуле. Ну, наверное. Философская песня о пуле – это что? Да, одно из названий песни было такое. Вот видите, это я специально решил вас поставить в хороший ракурс. Да, будут песни, охватывающие все периоды, но, на мой взгляд, чуть больше будет песен до 95-го года. На сцене соберете всех музыкантов? Ну, всех собрать невозможно. Из тех, которые живы, из них, ну, скажем так, две трети будут присутствовать. Треть мы не смогли либо найти, ну, это одного человека, это такой Андрей Бабенко, он где-то на Украине находится, и так и не откликнулся. А часть людей по разным причинам не согласились участвовать. Кто не смог, как, допустим, Женя Филатов такой был в Омске, гитарист, он и сейчас есть, хороший человек. Вот Джефф, его творческий псевдоним в «Красном альбоме», в «Акустическом», они с Егором записывались. Ну, вот Наталья Чумакова, которая вдова, жена, бас-гитаристка, она тоже решила не участвовать. И вот, наверное, перетолчен Паша. Вот, они не смогли. Как вообще возникла идея? Давайте вот соберемся и вот... А будут 10 человек. Классно. 10 человек? Да. А сколько же в группе-то было всего за все время? Никто не считал, ну, я думаю, около 20 или чуть больше. Больше, больше. Ну, костяк какой-то есть свой, правильно? Нет, ну, костяк всегда был Егор Летов. Да, костяк всегда был Егор Летов, он как бы этим костяком остается, потому что, как известная поговорка, Летов жив, Летов жив, Летов будет жить. Ну, неправильно я поставил сами глаголы. Ну, да, ну, просто идея была такая, что собрать вот людей, живущих до сих пор, ну, или участвовавших в разные периоды жизни и вот сделать большой праздник. То есть, это такая была основная мысль, она возникла 5 лет назад, не была реализована. В этот раз ее удалось реализовать. То есть, это не выступление группы гражданской обороны, по большому счету. Это просто мы празднуем большое, серьезное событие в культурной жизни страны, если уж говорить откровенно. 35 лет два человека решили собраться и делать вот это. И не отметить это общим праздником и не спеть вместе с залом эти песни, ну, мы просто посчитали, что это будет не очень хорошо. А какова вероятность, что после этого концерта, который якобы просто праздник, вы вновь не решите, а давайте-ка мы теперь еще и с гастролями, да по всей стране, раз так хорошо прошло. Огромная вероятность, что этого не случится. Почему? Ну, это на мой взгляд. Дело в том, что люди все достаточно взрослые, которые будут играть. Кому-то даже и за 60 уже исполнится. Ну, это Сергей. Вы переживаете за здоровье, что? Нет, за здоровье-то мы меньше всего переживаем. В конце концов, можно сделать пару уколов, и человек вытянет час-полтора на сцене, а дальше твои проблемы, мужчина. Нет, не поэтому. То есть, я не совсем согласен, допустим, с Игорем, что это выступление не группы. Это вообще такой полуфилософский вопрос, и аудитория разделилась на две части. Одни считают, что это не группа гражданской обороны, другие считают, что это и группа гражданской обороны. Ну, ее основатель, один из двух основателей, Константин Рябинов, он тоже будет на сцене. То есть, если основатель группы является не участником группы, ну, тогда все превращается в такую метафизику и размышление фактически ни о чем. Или о том, что случилось в Африке. Вот как пелось в известной песне. Также будет, собственно говоря, и правообладатель песен Егора, его брат Сергей Летов. Ну, и еще восемь человек, которые играли. Вот Игорь Староватов, я, просто мы не назвали, кто будет играть. Кузнецов Аркадий, басист, Женя Кокорин, гитарист, Игорь Жевтун, гитарист, соответственно. Аркаша Чесноков, который гитарист последнего состава, Аркадий Климкин, который барабанщик одного из периодов. Александр Андрюшкин, тоже барабанщик другого периода. То есть, вот там состав такой, что вы многие с кем не пересекались даже, да? Нет, мы всех знаем, со всеми пересекались. А, со всеми пересекались? Кто-то, наверное, меньше с кем-то пересекался, но, в принципе, пересекались все со всеми. Ну, в разных пропорциях, в разное время, может быть, вот. Но это не страшно, потому что в роке, как бы, память не коротка. Ага. Ну, вот людей много, кто отбирал саму программу к песне? Все вместе. Все вместе? Все вместе коллегиально, очень долго сидели в чате, ругались, мирились. Выходили из группы, заходили снова. Да нет, такого того, что... Да даже и не ругались. Мы все лучшие друзья и родные люди. Мы собирали... Крепче нас, а дружбы нет на белом свете. Цель была сделать, ну как, наиболее полный спектр невозможно, естественно, потому что тогда бы мы дня два бы там на сцене провели. Вот. Выбрать песни, во-первых, знаковые, во-вторых, знакомые людям, чтобы они могли вместе с нами исполнить. А, в-третьих, близкие исполнителям, потому что исполнителей будет семь человек. По-разному в количестве песен эти исполнители будут. Кто там споет две, три песни, кто четыре, пять, кто шесть, семь, кто восемь, десять. Но петь будут семь человек. Поэтому частично, в-третьих, что эти люди выбирали песни, которые близки им в этот момент времени. Потому что всего спеть там невозможно, даже не знаю, сколько всего песен было. А вот теперь честно скажите, зачем вам это? Вот без всяких этих, чтобы вот с азотами собраться. Зачем тебе это надо? Зачем вам это надо? Ну, что вам не сидится спокойно дома, не занимается своими делами, семья? Зачем вам на сцену? Просит душа или что? Хотите снова почувствовать, а подлеснуть? Это личное мое мнение, не мнение группы. Допустим, от себя лично я могу сказать, что вот когда пять лет назад подобная идея возникала, она возникла в моей голове. Я хотел собрать людей, получил согласие Натальи Чумаковой, и хотел провести, может это звучит нагло, последний концерт гражданской обороны. И Егор Летов ушел внезапно, никто не ожидал, что это случится. Мы с ним по телефону говорили за пять дней, до того как. И планировали концерт группы Цыганята и Яс Ильича, есть у нас такой проект. А потом его раз, и вдруг и не стало. И у меня было такое подсознательное ощущение, что, ну, это как бы и так очевидно, что люди ценили, ценят, и, в общем, Егор стал легендой и почти мифом. И возникла такая вот наглая идея сделать, вот поставить точку. А такой был в то время разговор, что если кто-то уйдет внезапно, вот обрывать риска невозможно. Нужно доиграть. Дело не в том, что будешь ты играть потом в турах, там, не знаю, пользоваться славой, потому что 95% песен написал Егор. Один, без авторства. Вот. И это было мое мнение, надо было поставить эту точку. А так как за последние пять лет вот ситуация вокруг ГО порой напоминает истерию, но по-другому не скажешь. И скоро у нас, наверное, и президент скажет, что, а я тоже это когда-то слушал, и нормально. Вот. Вот поэтому тоже мне захотелось вот такую вот вещь провести. И к тому же это ни разу не было ни в советском, ни в российском уроке. Так что вот собрались все, вот, ну, типа, когда лидер и вокалист уходят, а вот музыканты за все время, ну, как бы, там, как песни рыбы собрались, например. И вернемся после большого информационного блока.